Остро. Злободневно. Своевременно. Злободневно. Национальному комплексу строительства транспорта и связи. Сегодня у нас в гостях. Ну, лучше запахло зимой. Добрый день. Вы знаете, каждый раз вас представляю, но никак без шпаргалки не могу запомнить комитет. Все очень жизненно и важно. И представитель «Справедливой России» Михаил Викторович Конышев, боевой заместитель. Виктор Николаевич Женихов. Все верно, да? Добрый день. Да, по комитету. Да и не только. Да и не только, да. Ну, это уж я не знаю, что не только. Тут какая-то интрига небольшая. Ну, что ж, вы знаете, вот я обратила внимание на сайте законодательного собрания. Всегда обычно подводятся тоже очень лаконично информационно итоги пленарки. И на этот раз такой прям математический подход. Два, вот итоги такие. Два новых почетных гражданина, 11 зампредов председателя правительства, два бюджета, областной плюс еще фонд областного медицинского страхования, 10 законов по окончательной редакции, минус один депутат. Это речь идет о Сергея Рылове. Минус один спикер. Это Вячеслав Гукасов, который написал заявление, отказался от своего поста. Спикер, наверное, вице-спикер. Вице-спикер. Да, на мискетер. Ох, извините, хорошо поправили. Тут пусть на меня не обижается спикер. Вице-спикер. Ну, еще что? Плюс. Не плюс, а вернее, новый главный федеральный инспектор Кировской области представлен Владимир Климов. Вот видите, действительно, может быть, по этой математике мы сейчас и пройдемся по порядку. Ну, что, начнем давайте с хорошего. В год культуры два новых почетных гражданина Кировской области появились. Александр Калягин, Владимир Урин. Ну, я не знаю, представлять их надо или не надо, наверное, все знают. Я думаю, что голосование было таким, в общем-то, очень дружным, я бы сказала. Довольно дружным. Но звучала реплика из зала. Почему все-таки среди этих вот имен, когда мы представляем название почетных гражданин, как-то вот немало людей с московской пропиской. Это люди немало сделали для Вятской земли. Ну, вот есть среди нас люди, которые всю жизнь посвятили культуре, их живут на Вятской земле. Виктор Николаевич, по-моему, вы об этом говорили. Ну, ответ был получен однозначно. От нас все зависит, да? Да. Прописка-то здесь не самая... Все зависит от нас. Имея права, вчера сказал, двери открыты. Есть такие достойные люди, предлагайте, действуйте, как положено. Да, почетный гражданин Кировской области присваиваться к Дню области. То есть... В декабре отмечается, в декабре День области традиционный. В следующий декабрь. Не прозевайте. Да, мы должны выйти со своими предложениями. Нам дается целый год. Потому что процедура, которую нужно пройти, она достаточно длительная, но ее надо проходить. Ну, давайте от души поздравим Александра Калягина, заслуженного артиста России. Или народного даже артиста, наверное, ошиблась. Да, здравствуйте, ваши тети. Да, знаменитая его фраза. И, во-первых, этот человек помогает в Вятских полянах народному театру детскому, помогает музею в Малмыже, где он родился когда-то. Ну, Владимир Урин, это тоже история театра на Спаске нашего знаменитого, которые так очень высоко котируются в театральной сфере. Идем дальше. Надо сказать, что оба почетные граждане нами ожидаются в День области. В гости. Ну, да, им же будут объявлять на Дне области на торжественные мероприятия. У тебя не усварение. Поэтому оба и ожидаются. Для слушателей это, наверное, немаловажно. Ну, будем ждать, может быть, будут какие-то творческие встречи. Для журналистов информация немаловажная. Взять интервью, встречаться с такими собеседниками. Ну, что ж, идем дальше. Все ждали этот момент. Команда Никиты Юрьевича Белых. Наконец-то она представлена. На утверждение, это уже традиционно, законодательному собранию предложены кандидатуры. 11 замов. 4 новых имени. То есть есть и старые бывалые игроки, как мы говорим, да, и новые имена. И, наверное, это очень разумно, логично. Ну, наверное, обвиняемся мнениями. Звучала, опять же, реплика. Немноговато ли 11? Когда мы так часто говорим о трудном бюджете, оптимизации. Вот я думаю, что этот вопрос мне бы хотелось обсудить. Ну, и по кандидатурам. Был прогноз, что такая нависает тучи над фигурой Копьячкова, что будут Сергея Щерчкова в вопросе. Но сейчас ваше мнение, как голосовали фракции, как вы оцениваете эту команду, насколько она боеспособна? Ну, я обратил внимание, и Виктор Николаевич, наверное, тоже скажет об этом. У нас единогласный не прошел ни один. То есть там были воздерживающие и против. Ну, минимально. Минимально, да. Это не решающее количество голосов. Но тем не менее, у депутатов есть вопрос к конкретным кандидатам. Мы провели эти очень серьезные обсуждения на Совете Законодательного Собрания. Также губернатор представлял. И там, ну, в течение часа каждого обсуждали и вышли. Главные вопросы были там, да? Здесь-то уже в любом случае уже такой результат. Вы знаете, как это... Можно вопросы задавать, но это команда, которую подобрал губернатор. Ему с ними работать. Но в то же время мы и на Совете, и вчера было сказано, что взаимодействие с Законодательным Собранием обязательно. Этот вопрос по-прежнему остается актуальным, и он не раз поднимается. Ну, одним словом, ваше, вот лаконично ваше мнение. Команда сложилась хорошая, нормальная. Работающая. Работающая, такой эффект, да? Пожалуйста, Михаил, справедливая Россия. Ну, вы говорили, что будете голосовать против Алексея Котличкова. Так и случилось? Нет, случилось маленечко иначе. То есть, действительно, как бы у нас первоначально у многих членов фракции были вопросы, связанные не с личностью самой кандидатуры, а с тем, что происходило и происходит на территории некоторых муниципальных образований. В частности, у одного из депутатов, например, как вот, у Валерия Васильевича, он сказал, что у них сегодня вообще колхозы на территории, нет, это мы говорим про Мураши. Поэтому, вот, и связано ли это именно с личностью Котличкова, сказать сложно, но та ситуация, которая сегодня, именно она, позволяла некоторым из депутатов голосовать против. Вот и все. Ну, на самом деле, я бы сказал, что, действительно, как бы, губернатору был дат мандат, ну, как быть на своем посту, соответственно, выбирать команду, есть с ней работать, работа должна быть со всеми взаимосвязана. Насчет голосования, я бы сказал, что, на самом деле, больших обсуждений не было, вот, прямо таких критичных, и, вот, и все понимали, что, в принципе, команда будет приждена. Честно говоря, я думал, что будет погорячее. Да, и поэтому, вот, сейчас уже, я бы сказал, что, как бы, 11 кандидатур были обсуждены на Совете за один час. То есть, фактически, как бы, даже пяти минут не было, хотя на ЗАГС-собрании бывало, там, и по 10 минут одного человека. Одним словом, ваша оценка, вот, Бакин уже сказал, да? Ну, я надеюсь, что выбор губернатора правильный. Все, покажет время, да? Покажет время, да. И знаменитая фраза. Ну, что ж, Виктор Николаевич. Ну, что, правильно вы заметили, что, слишком большое количество заместителей, потому что даже в прошлые пять лет было 10, это уже потом там еще добавился один. Ну, это вы в первую очередь заметили, Виктор Николаевич. Давайте, это вы в первую очередь заметили. Да, и, значит, я считаю, что, как минимум, два направления могли бы быть остаться на уровне РУГОСа департамента. Это самый главный департамент. Это вполне реально, значит, и, я считаю, что вот, не всем он, уж так нужен этот статус, все говорят, что статус нужен, там, для работы с Москвой, да и прочее, но не все у нас уж прямо так работают с Москвой плотно, значит, чтобы вот именно надо быть там министром или в ранге там заместителя председателя правительства. Первое, значит. Второе. У нас решение фракции было, значит, в принципе, принято голосовать против назначения вот кандидатур. Значит, к сожалению, многие не выполнили свое же решение. Значит, ну, причины различные, значит, в том числе губернатор, в принципе, не провел консультации с фракциями сам лично, значит, конечно, было предложение там, кому нужно на фракцию приглашать, значит, приглашайте кого хотите там из предполагаемых замов, членов правительства, значит, это было, да, сказано, но губернатор не соизволил провести консультации. Значит, ну вот, в основном так причины... Ну, и ваша лаконичная оценка. Как команда? Команды представлены в правительстве? Ну, я сказал, что, конечно, спрос будет с работы правительства граждан, я думаю, и у нас опыт появился, какой-то определенный, наверное, значит, мы знаем, где нас обманывают, пытаются обманывать, значит, поэтому будем контролировать. Посмотрим, как будет работать команда. Сейчас не могу сказать. Хорошо, будем контролировать. Вы знаете, Татьяна, вообще говоря, единство в власти должно быть. У нас две ветви власти, нам должно быть единство, потому что мы избирались, когда на выборах шли, мы говорили, буду работать на повышение благосостояния, укрепление экономики и так далее. Губернатор шел с таким же лозунгом. У нас нет противоречий в этом вопросе, поэтому пусть мы две разные ветви в власти, но этой цель должна быть. Правда, как раз губератор то вчера и сорятился, Владимир Григорьевич, по моему выступлению в пятиминутном, значит, я о ветхом жиле там говорил, вообще состояние такое, конечно, ужасное у нас в области с ветхим жильем, поэтому он вот уже, как бы, как конструктив, что ли, предложил, значит, собраться совместно, значит, какую-то рабочую группу там или еще что-то. Мы не слышали, это хорошо. Кстати, и насчет количества, я бы сказал следующее, я в свое время был 6 лет заместителем губернатора, и вот когда статус заместителя, там действительно вездеход по Москве, без пропусков, по министерствам, все удостоверение показывают, и принимают заместителя на том уровне, на каком нужно. Если ты не заместитель, то принимают, соответственно, в отделах примут, а так заместитель министра. Легко и просто. Одним словом, продумать. Да, это нужно. И еще вот говорить там, а давайте скажем, а кого не надо, вот из 11, социальный блок, работы выше крыши, ЖКХ больше, финансы, экономика. Кого не надо? Ну, Владимир, вы все говорите, как раз те, которые действительно надо, а вы сами подумайте, кого не надо. Вы назовите, я не знаю, там все нужны люди. Ну, я назовусь, если надо, пожалуйста, допустим. По информационной политике статус заместителя представителя, я думаю, не нужно. Он всегда был. Это информационная политика, это внутренняя, там же написано, по внутренней политике, это связь с районами, это самая... Я думаю, что нужно будет... С районами, но не с Москвой. Но не с Москвой. С районами. С районами. Ну да. Виктор Николаевич, есть хорошая реплика, кто владеет информацией, кто владеет миром, да, сказано давно, сказано всегда, не нами, Надо еще на зоом направлении. На мой взгляд, там никого нет лишних. Осталось проверить. И еще, если вот так работать, то работы в этом ранге больше, чем может человек осилить. Мне кажется, еще, знаете, был принципиальный момент в представлении, что губернатор поставил вопросом мотивации работы членов правительства. Там, где будет какой-то эффект, а не просто просиживание кресла, элементарное поощрение этой работы и не какая-то уравниловка даже в финансовом обеспечении этого процесса. Мне показалось, что это очень правильный ход. Но жизнь покажет, как мы говорим. Шагаем дальше или что-то еще есть? А вот можно от мотивации перейти к другому вопросу о местном самоуправлении? Запросто, пожалуйста. Я вчера очень сильно обратил внимание, что мы когда говорим о мотивации, да, давайте вот местное самоуправление. Закон, который вчера, в принципе, имел место получить оправку, либо нет. Самую горячую точку в последнее время не сразу переходите. Как поступили главы, которые находились там, либо те, кто их представлял? Увидев, что в правительство уже избрана кондиатура, они ушли. Их не волновал ни бюджет, ни даже их будущая судьба. А вдруг депутатский корпус проголосует за... оставят либо две головы, либо одну. Они встали и ушли. Так вот, слово мотивация, я уже говорю, так они уже смотивированы. Они сидят на окладах и на всех остальных. Но они не поняли одного, на мой взгляд, что вот мы говорим о Владимире Владимировиче Климеве, да, который четко указал, что он будет действовать на основании указов президента. И федеральных законов. И федеральных законов, да. Так вот, если главы администрации смотивированы только на зарплату и будут говорить, что у нас зарплата есть, а денег на исполнение майских указов нет, то я думаю, что этим главным нужно очень сильно задуматься не о твоей власти уже, а вообще о нахождении то ли место не занимает. Вот это я мотивацию. Это нехорошая реплика. Вы знаете, по закону о местном самоуправлении... Давайте итог все-таки назовем. Ну, как бы, сейчас расскажу, он как бы принят вот в том виде, в каком он принят, но... Что значит как бы? Потому что нас ожидает последующая работа в течение 15-го года. Давайте мы все-таки... Будет приниматься закон по каждому муниципальному... Владимир Владимирович, извините, я вас перебиваю, давайте все-таки мы скажем, в какой формулировке принят этот закон. Там он принят в трактовке губернатора. Уже о самоуправлении или пока еще о правительстве? То есть мы уже переходим к похожему на самоуправление? Нет, я хотел еще к правительству вернуться, в том плане, что губератор уже сказал, что еще первый квартал это будет формирование, в принципе, правительства. Еще ведь у нас там управление, департаменты, министерство, в будущем, как говорим. Еще пока ничего, это неизвестно. Ну и, конечно, мы наблюдали и в тех всех созывах там, что сначала были заместители, потом там первые заместители, потом там меняли. То есть этот процесс, он постоянный, поэтому мы, кто его знает, может через три месяца уже какие-то изменения будут. Так что это процесс... Живой процесс, что называется, да. Ну мы так вот, Михаил, по-моему, предложил плавно, извините, я вас, Владимир Игоревич, перебила, немножко сумбурно получается. Но Михаил сказал буквально все по этому закону. Закон, да, вот, внесения изменений в закон о местном самоуправлении. Много говорили целый месяц, много сейчас не будем говорить, но он принят в том чтение, когда предложение по ликвидации... Он закреплен, закреплен тот, который сегодня есть. Который есть, то есть двоевластия. Глава района и глава администрации. Но хотелось бы добавить, что... Далее в этом законе, сейчас я скажу, полномочия, которые переданы, они закреплены законом. Эти полномочия, в связи с тем, что они закреплены законом, обязаны финансироваться региональным бюджетом и федеральным бюджетом, те, которые носят федеральный уровень. Вот суть этого закона. Ну, и еще выборы. Еще подчеркиваю, и выборы. Значит, и подчеркиваю, что в первом полугодии по каждому муниципальному образованию будет приниматься конкретный закон именно там, по Туже, по Богородску, там, по Суне, по Советску, по каждому, по городу Киров, в том числе. Ну, давайте сразу скажем, этот закон в таком варианте принят с минимальным перевесом. Дело в том, что есть парадокс от принятия этого закона. Была создана рабочая группа, в которую входило 9 человек. Из них 4 это депутаты, а 3 это работники, ну, так скажем, администрации, да? Условно скажем. Так вот, с перевесом в один голос победила администрация. Депутаты же проголосовали за администрацию. Хотя рабочая группа депутатов говорила, что нам не нужны двоевластия. Вот в этом и парадокс. Какие-то тут были убедительные аргументы. Я могу сказать, что мы же много ездим по районам, и в течение последнего года особенно все главы районов, практически, я вот ни одного главы не слышал, что вот это двоевластие нужно. Значит, все соглашались, что я за место не держусь. Конечно, это самое, нужно, значит, только иметь одного главу, там, администрацию, который бы руководил, управлял всем районом, значит, в том числе и поселение. Потому что у нас сейчас, еще раз напомню, что есть глава муниципального образования, есть глава администрации муниципального образования, есть глава поселения. То есть вот на территории района очень много руководителей и аппаратов. Потом все соглашались, и вдруг кто-то их накрутил, значит, обработал, что они все проголосовали вот за этот закон, который сейчас нам предложено. Но ведь у нас есть опыт Свечинского и Зуевского района, где это вот уже, как бы, там нет такого двуглавия. Значит, вроде бы можно изучить и посмотреть уже, наверное. Ну, правда, начальник управления Коев Николай Петрович повещал нам, есть другой опыт еще, там, Марийской республики, есть опыт Нижегородской области, поэтому он обещал, то есть, совещание, значит, и вот, как бы, обсудить этот вопрос. Вообще, тот вот заявление, что этот закон будет пересматривать в течение полугодия будущего года, это и побудило нас принять его. Мне кажется, это был главный аргумент. Да, это самый главный аргумент. То есть, это промежуточный документ, с каким нам было необходимо войти в 15-й год. Нет, ничего более постоянного, чем что-то временное. Ну, я пока не ставлю под сомнение заявление. Ну, я, по крайней мере, поддерживаю Бакина в том, что, в принципе, к этому закону придется вернуться. Конечно, да нет. Это время просто, да? Это прописано, нам прописано как обязательное условие. Ну что, идем дальше? Второй программный, нет, какой уж там какой-то, не второй, не знаю, какой подсчетный вопрос. Бюджет, бюджет, да, Владимир Владимирович, на вас все взгляды. Я очень вчера, конечно. Третий поправок, да, вот такая все-таки статистика где-то поступила? Нет. Что так? Какие тридцать? Это с первым чтением вместе. Мы в первом чтении... Так скромно было, мало поправок. Мы в первом чтении проработали 22 вопроса, как были поправки. И там были ответы и заключение губернатора. А ко второму чтению было двадцать... одиннадцать. Одиннадцать? Тридцать? Это от депутатского корпуса или целого? Нет, все вместе. Ну не так уж и много, я бы сказала. Нет, не много. Ну да, цифры... Цифры финали остались по-прежнему. Виктор Николаевич как раз имел, значит, автор двух поправок. К сожалению, они тоже не прошли. Денихов? Да. Но с записью, протокольной записью, поручению губернатора, вернуться это в ходе исполнения... Обнадеживающе. Ну, Виктор Николаевич, вы понимаете, мы приняли вчера рабочий инструмент для того, чтобы тоже открывать финансирование, заключать соглашение с Минфином, заключать соглашение с каждым муниципальным образованием в вопросах финансирования тех же самых полномочий и так далее. Если бы мы его не приняли, как-то вот, некоторые говорили, нельзя его принимать. Да, он сложный, он трудный, но принятие его обусловлено необходимостью дальнейших работ. Но это проходит каждый год? Да. Меня интересует несколько вопросов, которые, в общем-то, после первого чтения даже уже поднимались. Что с фондом поддержки местных инициатив? Это было предложение... Вчера угодно заявил следующее. Вот, кстати говоря, Виктор Николаевич не досказал, что было предложено всех заместителей на каждой фракции обсудить. Я сказал об этом? Нет. Я сказал. Было предложено на три фракции, от этого отказались. Да. Единственная фракция, которая пригласила всех заместителей, это была наша фракция, Единая Россия. И губернатор представлял на фракции. Вот там этот вопрос как раз и был задан. Как быть сегодня депутатом, который также участвует в конкурсах, в предложениях, что говорить людям? Было заявлено. По вопросу, который сейчас я поставила. Местной инициативой было заявлено, что сегодня конкурсные мероприятия не прекращать. Они будут проходить и в течение первого квартала решить вопрос по тем проектам, которые придут в конкурс, по финансированию. То есть, если в процессе появятся средства... Да. Я так понимаю, да? Да, если ориентироваться сейчас на закон, то нам необходимо прекратить все действия. Действия эти не прекращены, они продолжаются. Там заявки, проведение конкурсов. Работа продолжается, накапливаются эти заявки, анализируются. Ну вот вопрос насчет того, что что-то появится лишнее, честно говоря, вызывает вопрос. Вы знаете, это ведь каждый год так. Мы сомневаемся. Если появится что-то, то седяние не выпустят в момента идти на Россию. Мы сомневаемся в этом. Но, тем не менее, опыт показывает, что цифры, которые мы принимали в 2013 году на 2014, и факт вот 2014 года, это две большие разницы. Факт всегда больше, чем принимали в 2013 году на 2014. Он всегда больше. Ну, кстати, ваш коллега Дмитрий Русских, по этому поводу, у него же даже было выступление на тему бюджета, хотя он, наверное, не такой профи, как вы. Я не уваляю достоинств Дмитрия, он человек такой заинтересованный. Я вчера дал историю Елене Шмулевичу по этому вопросу. Я сказал, я во многих согласен с тем, что говорил Дмитрий Михайлович. Что цифры, он в частности говорил, что цифры, ожидаемо, вероятно, завышены, вероятнее всего. Ну, понимаете, я тоже могу предполагать. Но на сегодня, это ведь не просто цифру поставили, и как бы она расчетная, она там проведен анализ всех поступлений. Он заявляет, НДС не будет в том объеме, на НДС не формирует областной бюджет. Он федеральный налог. Налог на прибыль, да, мы каждый год у нас примерно там, вот, съехали 6 миллиардов было, выходим на 5. Сегодня у нас в плане стоит тоже в кубике миллиардов рублей налог на прибыль. И заявлять, положим, что это и не будет, а вот посчитайте, даже вот те экспортно направленные предприятия, которые продают свою продукцию за доллары, какая рублевая выручка на счет, как она будет увеличиться, это ляжет как раз на выручку, и она потянет за собой как раз прибыль. Пусть ваш прогноз будет... И я вам, Татьяна, скажу, вот когда был у нас кризис, помните, когда доллар скакнул... Когда мы без кризиса, что-то интересное. Нет, нет, доллар скакнул с 7 рублей до 23, в одну ночь он раз. И тогда у предприятий, которые как раз экспортно направлены, у них возникло, потому что все запасы были сделаны по тем ценам, возникла очень серьезная прибыль. Только не у работников предприятий, зарплата почему-то. Ну, вот и все. Ну, вот по бюджету я бы, что хотел сказать, значит, Москва ведет себя все жестче и жестче в отношении регионов, потому что вот сейчас ставят в определенные рамки, значит, экономику регионов, ограничивая там многими параметрами. Поэтому, как бы, вот нам выживать все труднее и труднее, у нас денег все меньше и меньше, потому что и предприятия стали хуже работать, значит, в то же время, вот сейчас смотрите, что творится в Москве, значит, взять медицинских работников, где, значит, пытаются провести реформирование, значит, и уже когда заволновались там медики, значит, им обещали там по 200, по 300, по 500 тысяч компенсаций. Я разговариваю, значит, с нашими, я не буду фамилией называть, значит, руководителями регионального масштаба, они говорят, все за наш счет, понимаете? Ну, сколько можно это самое... В Москве все можно, а регионы просто умирают, экономика разрушается, безобразие просто. Виктор Николаевич, мы должны сейчас выйти на рекламу, я только расскажу, может быть, нам с пропиской не повезло? Ну, что я могу сказать на эту реприку Виктора Николаевича? На московскую... Почетным-то гражданам ведь повезло, получается. Получается так, да. Ну, у нас по почетным гражданам... Ну, давайте чуть-чуть поглоточку чая, да, а потом продолжим, хорошо? О-З-С. Свою работу в прямом эфире продолжает дискуссионная площадка ОЗС. Ну, мы немножко, нет, мы не остыли, мы продолжалась, дискуссия продолжалась. Сегодня на площадке встречаются Владимир Бакин, Виктор Женихов, Михаил Конышев, веду программы, я, Татьяна Иситникова. Мы остановились на бюджете, уже, кажется, все сошлись, что пора бы закончить эту тему, но Бакин сказал, что нет, надо подвести итог и сделать такие значимые выводы. Владимир Гаврилович, поэтому лаконично, вы знаете, комитет, это важно. Заключается в том, что нас ограничили в вопросе дефицита. Соглашение с Минфином потребовало ограничения дефицита, потому что мы сейчас будем менять коммерческие кредиты на бюджетные. Это принципиально важный вопрос. Это принципиально важный. Потому что регионы уже настолько прокредитовались, набрали долги, накопили долгов. В первом чтении 2 триллиона у нас госдолг по России, госдолг регионов, очень серьезный, существенный, он тянет и экономику, в том числе, вниз. Поэтому здесь волевым порядком уже... Мы сокращаем дефицит, сокращаются и расходы. Ну, 41,6 миллиарда расходы. Это примерно уровень, в 2013 году, когда принимали, это примерно столько же было. Правда, по итогам года было 47 миллиардов расходов. Ну, что, да, тарактовка понятна, поворот понятен. Только скажу, что фракция КПРФ принимала решение не поддерживать данный бюджет. Поэтому, значит, вот... Виталий Николаевич, в этом случае в ваш адрес всегда летят камушки, в каком плане? А есть альтернативный бюджет? В таком случае логичный вопрос? Работать надо над бюджетом более тщательно. Не достаточно внимания в реакцию. Альтернативы есть? Нет. С общенными депутатами. И наши предложения не учитываются, не понимаются. И вы прекрасно понимаете, Бакин прав, без бюджета нам никак, а фракции, КПРФ в данном случае, ведущий с ним не играет. Ну, почему из года в год, десятками лет не принимаются предложения депутатов? Почему не учитываются? Прочес не учитывается. Вот, ну, давайте проанализируем. Это, я не знаю даже, что сказать. Вот, на секунду... Хотели закончить, не получается бюджет такая штука, да? Немного по правам. И все не нашли отражения в протокольных записях. Они, которые вышли сейчас. Ну, и, кстати, Виктор Николаевич Женкову предложение. В том числе и там... Оно замечено. По Дому культуры, по-моему. Ремонту Дому культуры. Все-таки молодец. Пробивает, вот, да? Павлова. Безхозяйным животным, вот, тоже это надо финансировать. Волков развелось в области сколько просил? 750 тысяч на поощрение. Почтать надо. На охотники. Это же дорого очень. Нет, даже вот 750 тысяч, там нет денег. Ну, тут, вы знаете, я была на встрече, когда просто Аграрии пожали руку Виктору Николаевичу, потому что он как-то проникся заботами села необыкновенно. Вам не предлагают еще вступить сейчас в Аграрию? После обращения по закону Ротенберга я... Он депутат Аграрного комитета. Я хочу поддерживать. Вот у нас не так много времени, а вот и Михаил Конышев предлагал, и у нас, в общем-то, вопрос этот есть. На сайте к вам поступил закон Ротенберга. Ну, кто не в курсе, давайте все-таки проясним ситуацию. Допустим, Михаил и прояснит. Итак, депутаты, вернее, ваш коллега Валерий Турула подготовил обращение, предложил подготовить обращение в Государственную Думу, но чтобы она, в общем-то, не провела этот закон Ротенберга в жизни. Суть в том, что это, в общем-то, вот я так тоже комментарий написала, защита иностранных активов крупного бизнеса за счет средств федерального бюджета. Ну, и, в общем-то, это, наверное, момент евросанкции, которые сейчас... Я бы сказал следующее, президент за нас уже сделал эту работу. Он приостановил принятие этого закона. Но при этом... Депутаты... А он имеет право после первой чтения пресны? Почему нет? В нашем законодательном собрании... Все законы подписываются президента. В первом чтении? Давайте конкурсу не дадим сказать. В первом чтении это ведь незаконно еще. Ну, так его в втором точке не рассматривали. Женихов и Баренов. Во-первых, мы вчера увидели, что данное обращение не было принято. Соответственно, я просто продолжаю вашу фразу, да, я скажу, что фактически этим законопроектом поощряется в том числе и вывоз капитала из России в различных формах за рубеж, что явно противоречит задачам поразить у российской экономики и нарушать принципы социальной справедливости. То есть, скажу по-русски, вор у вора украл, и мы поддержим одного из воров. За счет федерального... А вот у народа, еще не только вор у вора, а еще у народа. Так, Тюкен, объясните мне, почему вот не проголосовал? Ну, в принципе, высказать свое мнение, позицию, да, вот мы просто могли... Я, честно говоря, возмутился. Три человека? Я не думал, что такое будет результат. Три человека здесь. Вот все три человека писали, то есть проголосовали за. Когда я взял распечатку, честно говоря, меня подкивал на стуле. Кто это самое против? Воздержался, воздержались в основном-то селяне, руководители, сельхозпредприятия. Я вообще в шоке, если вы проголосовали против, либо за, почему? Еще раз хочу сказать, что эту работу за нас делал президент. Он запретил ее поднимать. То есть такой... Кто же мешал проголосовать против? Ну, выразить свою позицию, да? Да, вернее, точнее, за обращение. За обращение, когда поднялся. Михаил, ваше предложение вполне хорошее, реальное. Вот если у кого есть такой вопрос, подойдите действительно к своему депутату. Как ты голосовал, да, и почему так? Да, где-то был 19 августа, почему ты голосовал за или против Ротенверга и так далее, да? Ну, давайте, вы знаете, еще всегда есть традиция нашей программы выделять законы социального плана. Они ведь тоже были в повестке дня на Ябрского заседания. Это о поддержке детей-сирот. И вот особенно мне бы хотелось остановиться о ежемесячной денежной выплате по уходу за третьим ребенком и последующим. Очень влияет на демографию. Как сказал глава департамента, который ведет эту тему, и сам подтвердил, молодец вот мужик, да? Трое детей, готов дальше, осталось уговорить жену. Вот такая тема. Но здесь, наверное, назовем цифры. Если что, вы меня поправьте, пожалуйста. Но тут они, видимо, с учетом инфляции, да, вот, Владимир Гавриевич? Это уже было, все, это было, просто продлите счетом. То есть сейчас, если в семье, где три ребенка и более, доход на одного члена семьи менее 18 756 рублей, доплата в месяц будет 7 484 рубля. Я вот просто не записала, с каких этого семей касается. Это превышает 18 700, если. Это доход на одного члена семьи. А сегодня средняя составляет сумма 18 756. Вот про эти 56-то некоторые депутаты, наверное, и задавали, просто не до конца скорректировали данный вопрос. Но что появился день, сказал, что, как бы, таких семей, которые находятся в риске непопадания, мало и практически нет. То есть пострадать ни одна семья не должна. Ну что, что у меня еще в вопросах? Ну вот, пожалуй, Виктор Николаевич, ваш вопрос о фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Мы постоянно какие-то принимаем поправки, опять поправки. Что за суть на этот раз? Ну вот, после поправки не на федеральном уровне, постоянно в жилищный кодекс, значит, добавляются там поправки здесь. Первое всего, наверное, то, что, значит, приняли генеральный директор, будет избираться на конкурсные условия, во-первых, значит. И второй момент, это вот те платежи, которые будут в банке лежать, я сама, да, и на них будут какие-то проценты, что вот эти проценты будут расходоваться согласно постановлению правительства, значит, на хозяйственные нужды там региональные операторы. Технически практически невозможно. Отдать эти проценты на тот дом, который там платит, как бы, фонд. Ну а сейчас уже напомните. На самом деле технически возможно. У нас существуют короткие длинные кредиты, просто это сложный процесс. Вопрос-то о тех процентах, куда они пойдут. Гражданам они не пойдут. Это будет под контролем просто, как бы, согласно постановлению правительства, на определенные нужды будут тратить. На нужды фонда, да? Да. В данном случае. Ну и напомните, час икс у нас, что, на январь, да? В январь. В январь, крышки, и суммы какие, квадратный метр? 6-7. 6-7 сейчас, нет, уже 7-10, вот, с января. У вас, кстати, Виктор Николаевич, было предложение выслать, как это, нулевые квитанции, что ли? Да, я просил, значит, и согласились, это на комитете мы рассмотрели, значит, генеральному директору рекомендацию выдали, что сейчас предъявить каждому собственнику, значит, квитанцию с нолями, просто, чтобы наши собственники посмотрели, значит, все данные своего дома, правильно, там, квадратные метры, там, ну, все-все, вот, уточнить просто, как бы, если что-то не совпадает, значит, обратиться тогда к региональному оператору. А фонд капитального ремонта скажет, сколько им стало выдачи этих квитанций? Чтобы люди как-то привыкли, вот, вот, вот. И будут уже проценты? Конечно. И затихались, да, проценты, да? Даже вот эту платежку выставить, это все деньги. Сейчас организовывается расчетный центр для этих целей, он будет этим заниматься, это не управляющая компания, а расчетный центр. Ну, и еще у меня вопрос вот здесь вот, он появился, по-моему, где-то в последний момент, в повестке дня, о регулировании инвест-деятельности Кировской области. Кто в курсе может прокомментировать изменения этих? Это касается резидентов парковых зон. Это, правда, там вводится понятие управляющих компаний? Да. И частные компании, частные компании, предприниматели, резиденты парковых зон пользуются правом получения такой же поддержки государственной, как и юридические лица. Ну, дай Бог, чтобы поработало. Ну, это пока вообще не приняли, и над этим уважением еще будем работать. Ну, и что, у меня еще вот вопрос, который поступил на наш сайт, ну, как раз на финал, на десерт, я, наверное, его задам, какой-то шахматный турнир намечается, что вызов... Ну, вот, ну, раз народ интересуется, я не могу. Но иногда, знаете, серьезную работу... Правительство Кировской области, это что там, да? ...надо разбавить вот таким, значит, такой игрой. Ну, шахматы серьезные игры. Ну, это инициатива не депутатов, а и нашелся инициатор, просто такой из города Котельнича, ветеран, значит, который... И предложил организовать вот такой до матч. Ну, вы приняли это предложение? Предложение, да. За него не надо было голосовать, это же решение. Это тоже не надо. Это право. Но, по крайней мере, из присутствующих здесь кто-то... Ну, добровольца нашел для участия, так что... Кто самый крутой шахматист в региональном парламенте? Не отношу себя. Может быть, после этого, как бы, от Кирова до Котельнича будет дорога более хорошая. Ну, хорошо. Давайте тогда закончим сегодняшний. Результаты нам это самое сказали, что будут посланы в книгу рекордов Гиннесса. Что там такое будет? Это интрига. Я пожелаю успеха и пусть победит дружба. Сегодня на площадке УЗС работали Виктор Бакин. Ой, извиняюсь, Владимир Гавилович Бакин, Виктор Женихов, Михаил Конышев, Твитти. Виктор Николаевич, увлеклась с вами сегодня немного. Вела программу Татьяна Сидникова. До следующей встречи в декабре. Спасибо. До свидания, дорогие друзья. Всего доброго. Продолжение следует...